Всем привет! В этом видео мы познакомимся с VK API и рассмотрим формат запросов. Получим ключ AccessToken с помощью события vkwebapp getAllStoken, а также выполним запрос к VK API с помощью события vkwebapp callApiMethod. Разберем, что такое VK API. API ВКонтакте — это интерфейс, который позволяет получать информацию из базы данных vk.com с помощью HTTP-запросов к специальному серверу. Синтакси запросов и тип возвращаемых ими данных строго определены на стороне самого сервиса. Все методы VK API разделены на секции. Например, для работы с сообществами нужны методы секции Groups. Для работы с фотографиями — Photos. Для отправки API запросов используйте HTTP-метод POST или GET. В API ВКонтакте эти методы равнозначны. Сам запрос состоит из адреса сервера api.vk.com или api.vk.ru. А также имени метода, которое складывается из названия раздела и API операций для вызова. Например, users.get или likes.add. А также параметров, которые передаются методу в строке запроса. Например, параметр v определяет, какую версию API нужно использовать. Такие параметры еще называют query-параметрами. Также для корректной работы нужно передать в параметрах ключ доступа — Access Token. Эта строка из цифр и латинских букв, которые вы передаете на сервер вместе с запросом. Из этой строки сервер получает всю нужную ему информацию. Ключ действует в сутки. Чтобы получить ключ доступа — Access Token, мы используем событие в библиотеке vk.bridge — vk.webapp.getouts.token. Это событие показывает окно с запросом прав доступа у пользователя и возвращает ключ доступа для работы с API. В событие нужно передать параметр api.d. Это идентификатор вашего приложения. Его вы можете найти в настройках приложения. А также параметр scope — строку, в которой через запятую нужно перечислить разделы vk.appi, которыми вы собираетесь воспользоваться. На слайде приведем пример реализации функции helper для получения Access Token. Кроме обработки этого метода в блоке trycatch, вы также можете подписаться на глобальные события vk.bridge. В случае успешного выполнения vk.webapp.access.token.received и vk.webapp.access.token.failed в случае выполнения с ошибкой. На слайде приведены примеры ответа данных событий. Если вы все сделали правильно, то при вызове события vk.webapp.getals.token вы увидите модальное окно с запросом прав. После того, как мы получили ключ доступа Access Token, будем использовать события библиотеки vk.bridge vk.webapp.call.api.method, чтобы обращаться к vk.api. В это событие нужно передать метод, который необходимо выполнить, например, users.get, а также параметры, с которыми необходимо выполнить этот метод. Не забудьте передать туда значение версии API и ваш Access Token. Далее мы будем использовать эту функцию для выполнения запросов к vk.api. Например, для получения списка друзей-пользователя. Подведем итоги. В этом видео мы познакомились с vk.api. Реализовали получение Access Token с помощью события vk.webapp.getals.token. И выполнили запрос к vk.api с помощью события vk.webapp.call.api.method. Спасибо за внимание. Ждем вас на следующем уроке, где мы расскажем об особенностях разработки на девайсе. Субтитры создавал DimaTorzok